Код неисправности OBD-2 Техническое описание Высокий уровень сигнала в цепи управления клапаном Охлаждение системы рециркуляции выхлопных газов Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD-2, с 1996 года и новее, это может включать в себя, но не ограничивается автомобилями VW, Nissan, Audi, Ford и т.д. Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии, сохраненный код P2427 означает, что модуль управления трансмиссией PSM обнаружил чрезмерное напряжение в цепи управления охлаждающим клапаном рециркуляции выхлопных газов EGR, системы охлаждения EGR используются только в дизельных двигателях, система рециркуляции отработавших газов предназначена для доставки части инертных выхлопных газов обратно в систему впуска двигателя, где она заменяет богатый кислородом чистый воздух, замена отработавших выхлопных газов воздухом, богатым кислородом причины, уменьшение количества частиц оксида азота, NOX, NOX регулируется федеральным законодательством и является одной из составляющих азоноразрушающих выбросов выхлопных газов, системы охлаждения EGR используются для снижения температуры газов EGR до того, как они попадут в систему впуска воздуха двигателя, система охлаждения EGR работает как радиатор или сердечник нагревателя, охлаждающая жидкость двигателя герметизирована внутриоребренной области, которая расположена так, что через нее могут проходить газы EGR, иногда также используется охлаждающий вентилятор, клапан охлаждения EGR с электронным управлением регулирует поток охлаждающей жидкости двигателя к охладителю EGR при определенных условиях, PSM использует входные сигналы от датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, EST и датчика, датчиков температуры охладителя EGR, чтобы определить, когда и в какой степени клапан охлаждения EGR открывается или закрывается в любой момент времени, PSM контролирует напряжение системы управления клапаном охлаждения EGR при каждом включении ключа, датчики температуры охладителя системы рециркуляции отработавших газов и рециркуляции отработавших газов сообщают PSM об изменениях температуры охладителя рециркуляции ОГ и охлаждающей жидкости двигателя, PSM сравнивает эти входные сигналы, чтобы вычислить, работает ли система охлаждения EGR должным образом, датчики температуры системы рециркуляции ОГ обычно расположены рядом с клапаном рециркуляции ОГ, а сенсоры EST обычно размещаются в водяной рубашке головки цилиндров или водяной рубашки впускного коллектора. Если напряжение системы управления клапаном охлаждения рециркуляции отработавших газов слишком велико выше диапазона нормальных ожидаемых значений запрограммированных параметров, или если входные сигналы от датчика, датчиков температуры рециркуляции ОГ не аналогичны сигналам датчика EST, P2427 будет сохранен, а контрольная лампа неисправности может гореть клапан рециркуляции ОГ является частью системы рециркуляции ОГ, какова серьезность этого кода неисправности. Сохраненный код P2427 относится к системе рециркуляции выхлопных газов, его не следует относить к категории тяжелых, каковы некоторые симптомы кода. Симптомы кода неисправности P2427 могут включать, отсутствие симптомов кроме хранения кода повышенная температура цилиндра, сниженная топливная эффективность, коды датчиков температуры выхлопных газов, коды датчиков температуры двигателя, каковы некоторые из распространенных причин появления кода. Причины появления этого кода могут включать, обрыв или короткое замыкание проводки или разъемов клапана охлаждения системы рециркуляции ОГ, низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя, неисправный датчик, с температурой рециркуляции ОГ, засорение охладителя, рециркуляции ОГ, перегрев двигателя, неисправный вентилятор охлаждения, рециркуляции ОГ, каковы некоторые шаги по устранению неисправностей P2427. Перед продолжением работы систему охлаждения двигателя следует заполнить до надлежащего уровня соответствующей охлаждающей жидкостью, если есть утечки охлаждающей жидкости двигателя или двигатель перегревается, его необходимо отремонтировать, прежде чем приступать к диагностике сохраненного P2427, диагностический сканер, цифровой вольт, о-метр, источник информации об автомобиле и инфракрасный термометр, с лазерной указкой. Вот некоторые из инструментов, которые я бы использовал для диагностики P2427, я мог бы начать с визуального осмотра жгутов проводов и разъемов, связанных с датчиком температуры EGR и датчиком EST, жгуты проводов, которые находятся в непосредственной близости от горячих выхлопных труб и коллекторов, должны быть тщательно проверены, подключите сканер к диагностическому порту автомобиля и получите все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Прежде чем очистить коды и провести тест-драйв автомобиля, я хотел бы записать эту информацию на случай, если окажется, что это прерывистый код, в это время произойдет одно из двух, либо PSM перейдет в режим готовности, без сохраненных кодов, либо P2427 будет сброшен, если PSM больше входит в состояние готовности, P2427 работает нестабильно, и его будет труднее диагностировать, во многих случаях состояние должно ухудшиться, прежде чем можно будет поставить точный диагноз. Если P2427 сброшен, используйте поток данных сканера, чтобы наблюдать данные датчика температуры EGR и данные датчика и к сужению потока данных сканера до включения только соответствующей информации приведет к более быстрому ответу данных. Если сканер показывает, что температура EGR и EST находятся в пределах допустимых параметров, подозревайте неисправный PSM или ошибку программирования PSM, это ваш наименее вероятный сценарий, если данные датчика температуры системы рециркуляции отработавших газов или данные датчика температуры охлаждающей жидкости нестабильны или не соответствуют требуемым параметрам, проверьте соответствующий датчик. Датчики, следуя процедурам тестирования и спецификациям, указанным в вашем источнике информации об автомобиле, датчики, которые не соответствуют спецификациям производителя, считаются дефектными. Используйте DVOM для проверки цепи управления клапаном охлаждения EGR. Если датчики работают должным образом, не забудьте отключить все связанные контроллеры перед тестированием, при необходимости отремонтируйте или замените разомкнутые или закороченные цепи, если все цепи датчика управления клапаном охлаждения EGR исправны, используйте инфракрасный термометр для проверки температуры выхлопных газов на входе охладителя клапана EGR и на выходе охладителя EGR, при работающем двигателе и при нормальной рабочей температуре, сравните полученные результаты со спецификациями производителя и при необходимости замените неисправные компоненты системы охлаждения EGR, установка послепродажных и высокоэффективных компонентов системы рециркуляции ОГ может привести к хранению P2427.